Гений, опередивший свое время или сумасшедший ученый. Кто такой Никола Тесла и какие его изобретения изменили мир? Американский инженер и физик сербского происхождения Никола Тесла совершил десятки достижений в производстве, передаче и применении электроэнергии. Хотя он был знаменит и уважаем, он так и не смог превратить свои многочисленные изобретения в долгосрочный финансовый успех, в отличие от своего первого работодателя и главного соперника Томаса Эдисона. Образование Никола Тесла началось, когда он был маленьким мальчиком в Смеляне, Хорватия. Эта страна тогда входила в состав Австро-Венгерской империи. В юном возрасте он проявил недюжинное воображение и творческие способности, а также обладал талантом поэта. Тесла посещал технический университет в Австрия и Пражский университет. В Граце Тесла изучал математику и физику, а затем философию в Пражском университете. Тесла был одним из самых плодовитых и новаторских инженеров и изобретателей XIX и XX веков. Об этом свидетельствуют сотни его патентов. Однако в настоящее время информации о попытках подать какие-либо патенты на его работу очень мало, если таковая имеется. Первый подтвержденный патент Теслы на электрическую дуговую лампу был подан после его приезда в США в марте 1884 года. Подавляющее большинство его патентов было зарегистрировано после того, как он оставил работу Эдисона и основал собственную компанию Tesla Electric Light and Manufacturing. Вплоть до 1928 года Тесла, похоже, защищал многие из своих изобретений патентами по всему миру. Согласно патентным данным США, Тесла имел около 112 зарегистрированных патентов в США на свою работу. Известно, что Тесла подал ряд патентов в других странах, но, увы, некоторым из этих рекордов сегодня труднее дать точную количественную оценку. По оценке Tesla Foundation, Тесла владеет в общей сложности более 300 патентами на пяти континентах. Однако следует иметь в виду, что многие из этих патентов были выданы на одни и те же изобретения, а не на уникальные разработки. Вот 10 самых знаменитых его изобретений. Катушка Тесла. Скорее всего, вы уже видели это изобретение. Это трансформатор, используемый для производства электроэнергии переменного тока высокого напряжения, низкого тока и высокой частоты. Наблюдателям кажется, что в воздух стреляет молния. Конденсатор первичной обмотки в конечном итоге накапливает такой большой заряд, что нарушает сопротивление воздуха в искровом промежутке. Затем ток течет из конденсатора по первичной катушке и создает магнитное поле. Это поле быстро генерирует электрический ток во вторичной катушке. Напряжение, пронизывающее воздух между двумя катушками, создает искры в зазоре, и в конце концов заряд вторичного конденсатора становится настолько высоким, что он вырывается в виде впечатляющей вспышки электрического тока. Возникающее высокочастотное напряжение может освещать люминесцентные лампы на расстоянии нескольких футов без подключения проводов. Увеличительный передатчик. Тесла планировал, что катушка Тесла станет частью беспроводной системы питания и станет опорой для многих других экспериментов. Проложив провод, соединенный с резонатором вокруг своей лаборатории, он наполнил лабораторию электромагнитной энергией. Он смог зажечь флуоресцентную лампу, которую держал в руке, потому что падение напряжения в воздухе было достаточно большим, чтобы вызвать достаточный ток. Сообщается, что с помощью увеличительного передатчика он также смог зажечь поле лампочек на расстоянии одного километра. Увеличительный передатчик был адаптацией катушки Тесла. Только вместо того, чтобы разряжаться на землю, увеличительный передатчик создавал стоячие волны электрической энергии, которые могли использоваться настроенной приемной схемой. Турбина Тесла. Тесла рассматривал появление поршневых двигателей в автомобильной промышленности как способ изменить мир. Он разработал свой собственный двигатель турбинного типа, в котором для вращения дисков использовалось сгорание. Топливная эффективность его двигателя составляла 90%, что является большим достижением, учитывая, что он аналогичен эффективности некоторых современных турбин. Граф теней. Хотя рентгену приписывают разработку первых рентгеновских пленок, называемых теневыми изображениями, есть явные доказательства того, что Тесла также работал в этой области. Проблема в том, что Тесла потерял большую часть своей работы из-за пожара в своей лаборатории. Тесла вполне мог получить первое рентгеновское изображение в Соединенных Штатах, когда он попытался использовать вакуумную трубку, чтобы получить изображение марка Твена. Однако вместо Твена на полученном изображении был показан винт для регулировки объектива камеры. Позже он получил теневые изображения человеческого тела, вскоре после того, как рентген опубликовал свое открытие 8 ноября 1895 года. Тесла также описал некоторые клинические преимущества рентгеновских лучей. Радио. Прежде чем его лаборатория сгорела, Тесла обнаружил, что может использовать свои катушки для передачи и приема мощных радиосигналов, настраивая их так, чтобы они резонировали на той же частоте. К началу 1895 года он был готов передать сигнал в 50 милях от своей лаборатории в Востпоинт, штат Нью-Йорк. Но пожар в лаборатории Теслы уничтожил его работу. Во время восстановления молодой итальянский экспериментатор по имени Гульермо Маркони, который работал в Англии, получил первый патент на беспроводной телеграф. Когда Маркони позже организовал демонстрации на большом расстоянии, он использовал осциллятор Тесла для передачи сигналов через Ла-Манш. Неоновая лампа. Тесла не изобрел флуоресцентные или неоновые лампы, но он внес свой вклад в улучшение обоих изобретений. Он взял огни и создал первую неоновую вывеску. На всемирной выставке в Чикаго в 1893 году он продемонстрировал неоновые световые вывески и то, как они могут создавать уникальный дизайн и даже формировать слова. Благодаря Тесла вы можете определить свой любимый бар. Дом-трансформер Ниагарского водопада Когда дело дошло до решения, какая компания будет строить электрогенератор на Ниагарском водопаде, Томас Эдисон был первым выбором. Однако после рассмотрения работы Теслы для Вестингхаус Электрик комиссия Ниагарского водопада выбрала мощность переменного тока Теслы. Несмотря на сомнения, система Тесла работала хорошо и стала стандартом для гидроэнергетики. Асинхронный двигатель Первый трехфазный асинхронный двигатель переменного тока без коммутатора был независимо изобретен Галилео Феррарисом и Николой Тесла. Хотя Феррарис первым представил свой двигатель. В 1885 году именно Тесла первым подал заявку на патент. Джордж Вестингхаус, который в то время разрабатывал систему питания переменного тока, получил лицензию на патенты Тесла в 1888 году. Этот тип двигателя обычно используется в пылесосах, фенах и электроинструментах даже сегодня. Радиоуправляемая лодка Телеаутоматон был первый радиоуправляемый катер, который был разработан Тесла. После того, как ему было отказано в выдаче патента, поскольку патентное ведомство сочло его невозможным, он доказал их неправоту, продемонстрировав лодку на электрической выставке в 1898 году. Переменный ток. Переменный ток считается главным достижением Тесла. Хотя он не был изобретателем мощности переменного тока, он сделал его широко распространенным. Электропитание переменного тока позволяет передавать электроэнергию на большие расстояния намного более эффективно. Вестингхаус купила патенты Тесла на переменный ток и использовала их, чтобы сделать ставку на освещение всемирной выставки в Чикаго. Они выиграли контракт и смогли обеспечить электроэнергией примерно за 150 тысяч долларов. Это меньше, чем потребовалось бы для обеспечения питания постоянным током. Но кроме этих изобретений существуют у Теслы и такие, о которых даже вспоминать страшно, не то что их строить. И вот семь самых безумных и потрясающих ум. Машина землетрясения В 1893 году Тесла запатентовал механический осциллятор, приводимый в действие паром, который совершал колебания вверх и вниз с высокой скоростью для выработки электричества. Спустя годы после патентирования своего изобретения он сказал репортерам, что однажды, пытаясь настроить свой механический осциллятор на вибрацию здания, в котором находится его лаборатория в Нью-Йорке, он заставил сотрясаться землю. Во время теста Тесла постоянно увеличивал мощность и слышал треск. Внезапно вспоминал он, вся тяжелая техника в этом месте начала летать. Я схватил молоток и сломал машину. Через несколько минут здание рухнуло бы к моим ногам. На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Но Тесла сказал своим помощникам молчать и сообщить полиции, что это должно быть землетрясение. Камера мыслей. Тесла считал, что можно фотографировать мысли. Вдохновение пришло, когда Тесла проводил эксперименты в 1893 году. Спустя десятилетия Тесла сказал газетному репортеру. Я убедился, что определенный образ, сформированный в мыслях, должен рефлекторным действием произвести на сетчатке соответствующее изображение, которое, возможно, может быть прочитано подходящим аппаратом. Изобретатель задумал отразить изображение на искусственной сетчатке глаза, сделать фотографию и спроецировать изображение на экран. Если это можно сделать успешно, то объекты, представленные человеком, будут четко отражаться на экране по мере их формирования, сказал он. И таким образом можно будет прочитать каждую мысль человека. Тогда наш разум действительно был бы подобен открытым книгам. Беспроводная энергия. В 1901 году Тесла получил 150 тысяч долларов от финансиста Дж.П. Морган на строительство башни грибовидной формы высотой 55,5 метров на северном берегу Лонг-Айленда. Она была способна передавать сообщения, телефонную связь и изображения на корабле в море и через Атлантический океан. Когда началась работа над сооружением, получившим название Warden Cliff Tower, Тесла захотел адаптировать ее для обеспечения беспроводной подачи энергии, полагая, что он может осветить Нью-Йорк, исходя из своих экспериментов с радио и микроволновыми печами, передавая по воздуху миллионы вольт электричества. Однако Морган отказался предоставить Тесле дополнительное финансирование для его грандиозной схемы. Некоторые предполагают, что Морган отрезал финансирование, как только понял, что план Теслы нанес бы ущерб другим его активам в энергетическом секторе. Тесла отказался от проекта в 1906 году, прежде чем он вообще смог заработать, а башня Warden Cliff была демонтирована в 1917 году. Искусственная приливная волна Инженеры-физик считали, что силу науки можно использовать для предотвращения войны. В 1907 году газета New York World сообщила о еще одном военном нововведении Теслы. В нем беспроводная телеграфия запускала детонации взрывчатых веществ в море, чтобы генерировать приливные волны настолько мощные, что они опрокидывали бы целые вражеские флоты. Газета сообщила, что искусственная приливная волна сделает военно-морские силы столь же бесполезными, как бумажные кораблики, на которых дети плавают в ваннах. И, предвосхищая более поздние заявления о разработке ядерного оружия, своими ужасами ускорит наступление дня всеобщего мира. Сверхзвуковой дирижабль с электрическим приводом С тех пор, как Тесла был мальчиком, его увлекла идея полета. Объединив свои знания в области электротехники и машиностроения он начал больше думать об авиации после провала Варденклифф. В статье в июльском номере журнала Реконстракшн за 1919 год Тесла рассказал о своей работе по разработке сверхзвукового самолета, который будет летать на высоте 8 миль над поверхностью Земли и развивать скорость, позволяющую пассажирам путешествовать между Нью-Йорком и Лондоном за три часа. Концепция Теслы предусматривала, что самолет будет приводиться в действие электричеством, передаваемым по беспроводной сети от наземных электростанций, что устраняет необходимость в самолетах для перевозки топлива. Электроснабжение практически не ограничено, так как любое количество электростанций может работать вместе, обеспечивая энергией дирижабли точно так же, как поезда, движущиеся по рельсам теперь получают электроэнергию через рельсы или провода, говорится в статье Теслы. Луч смерти Творческий ум Теслы продолжал вызывать новые видения даже в конце его жизни. В свой 78-й день рождения он сказал The New York Times, что он изобрел это важнейшее изобретение, которое заставит миллионы армии падать замертво на своем пути. Изобретение? Военное оружие, которое ускоряет частицы ртути в 48 раз быстрее скорости звука внутри вакуумной камеры и стреляет высокоскоростным лучом сквозь свободный воздух с такой огромной энергией, что оно сбивает флот из 10 тысяч вражеских самолетов на расстоянии 250 миль. Хотя пресса окрестила его лучом смерти, Тесла считал его лучом мира, который будет отражать атаки самолетов и вторгшихся армий и спасать жизни, действуя как невидимая китайская стена, только в миллион раз более непроницаема. Тесла предложил свое оружие на основе пучка частиц правительством многих стран, в том числе США. Но единственной страной, проявившей интерес, был Советский Союз, который провел частичные испытания в 1939 году. Кажется, я всегда опережал свое время, размышлял часто Никола Тесла. И здесь возникает интересный вопрос. Если бы Тесла родился сегодня, насколько изменился бы мир в будущем? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!